Нет, подожди, если ты хочешь сейчас все рассказать, давай хотя бы точки поменяем. А чем тебе эта точка не нравится? Ну, потому что уже отработано. Иди в подвал. Подвал? Хорошо, в другую точку? Ну, давай, пойдем. То есть мы еще не встречались? Ну, встретились, но не узнали друг друга. Ребят, мы приехали в Кострому познакомиться с знаменитым блогером. Достаточно. Дай перезидеть. Зовут его Алексей Шаров. Он предприниматель, он блогер, он повар. Он просто хороший парень. Нам нравится с ним колбаситься. И мы приехали, чтобы вам показать, как он готовит какую-то чумовую штучку. Какую-то чумовую штучку ты готовишь? Костромские щи. А, костромские щи он готовит. Давай пойдем уже готовить. Мы дубы сейчас дадим здесь. У меня уши заняты. Пошли. Катаком, подвал. Фига себе. Это что? Шли в подвал, а пришли на кухню. Это студия, да? Судя по количеству камер света. Ой, Илья. Здесь Илья. Сашка вон. Как много народу здесь. Да, хорошая студия. В Москве бы таких тоже построить парочку. Ну что, я потрясен. Причем по-настоящему потрясен. Илья, ты как? Да, я тоже был. Вот и все. Ну, можем уходить. Не, я без щей не отпущу. Традиционные щи, которые назывались раньше в Москве, назывались костромские. Они еще как называются, я забыл. Серые. 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 Ну, это тем, кому, наверное, тяжело назвать из других областей, назвать эти щи костромские. Например, там в соседних областях их тоже делают. Они расползлись из костромы, но их называют англосерые. Их и в костроме тоже иногда называют. А потому что они такого не очень презентабельного типа, ну, вида, потому что делаются они из верхних листов обыкновенной белокочаной капусты, рубятся. Их и здесь тоже часто выбрасывают, но люди знающие, они их собирают, промывают, вырезают вот этот вот стебель жесткий, да, или перерубают его и квасят вместе с морковью, вместе квасят больше. А почему хорошую капусту нельзя взять? А потому что она не такая ароматная. Да? Да, хорошую капусту делают для барина, отдавали раньше, да, а вот все такие, эти, бесплатную халяву, так скажем, ну, чтобы полностью переработанную. Нет, нет, мне нравится, и что дальше, как мы это вот... Сейчас, давай теперь это самое, все ухрутнили с ней, что-то у тебя спеклирует. Что? Она у тебя включена вообще? Хорошо, вот вырежет. Нет, не включена. Так. Что по звуку было? Да нет, она не рядом, щи было, наверное, с этой, наверное. Сейчас, секунду. Можем. Вот такая вот капуста. И мы сделаем как раз эти костромские наши щи по традиционному древнему рецепту с луком, репой, морковью, чесноком и на лосятине. Именно то, что мог поймать, выловить, там, добыть крестьянина костромской и сварить это в зимнюю пилю. Я прям вижу себе эту картину. Костромской крестьянин ловит лося. Да, да, да. Красиво. Ну, или, может быть, кабана. Ну, ты уже лови, пойди, поймай. Ну, я не буду там... Убивая. Да, убивая. Да, да, да. Она с рогатиной идет. Рубит, да. Мы это не будем уже. Зачем? Я как раз к вашему приезду, как почувствовал, отварил лосятину. И она там у меня стояла в скороварке. Ну, чтобы она была помягче. И, значит, сейчас будем закладывать, нарезать свой ингредиент. Я сейчас принесу свою легендарную уже скороварку. Ну, там щедро, по-моему, мясо. Слушай, а мы уже типа представили. Да. Может быть, это сам еще раз. Да, вообще, кто вдруг. Ну, как мы представили, три минуты назад. Точно. Ну, когда мы встретимся в городе. Точно, точно. Вот так входим в кадр. Да. А, Патер, ты пишешь звук-то? Ну, давай еще раз. Давай, все это. Ты пишешь, Саш, да. Вот так входим в кадр? Нет, ну, надо одновременно как-то войти. Давай еще раз. Давай еще. Входим, да. Давай. Нормально? Сейчас лучше. Ребята, вот мы приехали в Кострому. И приехали мы... Черт, у меня телефон звонит. Ну, давай, выйдите из кадра. Ну, вот сейчас я достаю мясо, посмотрим. Естественно, чтобы... Ой, какое нежное. Да, да, она уже все разварилась. Тут я чуть-чуть косточек оставил, большие вытащил. Вот. Не обязательно какую-то филейную часть, не знаю, там... Просто кусок мяса можно. Это мне напоминает, мы в Вене готовили твой любимый, Илья, как он назывался? Таппельшпиц. Потому что он заканчивается, как его фамилия. Шпиц это кончик. Это вершина. Ну, у кого вершина, у кого кончик. В моем случае второй. Так. Закладываем сюда щеницу. Они должны быть густые, они не должны быть жидкие. Поэтому я закладываю щедро. Их никак не жаришь до этого, не тушишь. Прямо квашеная капуста. Есть способы, но они уже более, наверное, современные. Потому что в деревенской печи, ну, какая там, жарить, тушить. Это в основном одна закладка всегда была. Вот. То есть щи должны быть эти густые. Почему? Потому что в воду нет смысла никакого таскать, например, на выход куда-то. То есть пошли мужики баню рубить зимой, деревья валить. Ну, зачем им надо носить воду? Они идут, берут замороженные. Мы, кстати, можем это сделать. Так. Прямо заморозить и где-нибудь на природе, когда поедем путешествовать и снимать программу, мы можем прямо там взять котелок, бросить снега и сделать, как делали это. Класс, давай. Довольно нравится, да. У лосей. Ну, после лосей, наверное. Да, они расстроятся. Унюхаются. Хорошо. И вот мы приехали для того, чтобы поколбаситься. Сейчас пойдем колбаситься? Обязательно. Мы будем... Круто. Куда-нибудь сфотографирует нас. Обещал нам щи сварить, но у него сын неожиданно родился. Обманул, да? Да. Да, просто. Говорите сиськи-то все. Все скажут. Специи. Алексей, давай не философский. Спасибо. В общественном положении. Приходите к нам сегодня вечером. Мы себе часиков в семь на ужин. В гостинице. Это чевуречная. Про нее столько рассказывают. Столько про нее написано, книг, снятых фильмов, устных историй, преданий. Еще... Там Ленин торчит, смотри, прямо, прямо над этим рядами. Ленин показывает не в чебуречную. Он говорит, валите из чебуречной. Посмотри. Ага. И воронами вообще елся. Пошли. Сейчас. Салфеточку передайте, пожалуйста. Да. Они прибиты. В лучших традициях. Салфетки всегда должны быть прибиты к столу. Может, эти? Нет, не приклеены. Они на саморезе. Ну, ничего. Ладно. А, ну, хорошо. Ну, давайте, ребята. Ну, что это Кострому? За Кострому. За Кострому. Готово? А ты можешь тоже так это самое заходить. Туда там красивые кадры. Все, отлично. Давай. Так. Ну, сейчас я заложил, чтобы пока время не терять, пока я нарезаю репу, морковь и лук, я поставлю на репу, и пусть он потихонечку закипает. А еще репа туда. Обязательно. Есть варианты, есть варианты приготовления этих щей с картошкой. Например, варишь картошку, картошку варишь в мунгире, в шкуре, то есть, в коже. Потом очищаешь толкушкой растолок и, значит, как мякоть для загустения кладешь в щи. Но это один вариант. Есть, например, вариант, когда перловкой можно загустить. Сегодня будем делать рецепт с репой. То есть, берем просто вот репу. Еще, наверное, можно корнем сельдерея. Можно, но я не думаю, что у крестьян там в 16-17 веке какие-то сельдереи были. Может быть, какие-то другие корни, которые мы уже утеряли и их не использовали, но что-то мне кажется. Может, и было. Уверен, что были корни хрена у христиан. Хрена всегда у христиан было до хрена. Нет, случай был. Я своей тетке спрашиваю, у тебя нет хрена случайно? На даче там не растет. Она говорит, зачем тебе? И да я говорю, вот хочу хреновину сделать, ну, показать рецепт, снять у себя в блоге, выложить. Она говорит, у тебя около ворота стоит куст. Я выхожу, у меня вот такой вот куст хрена. Я говорю, у него каждый день есть, я туда даже не замечаю. Выкопали вот такой вот, ну, просто еле вытащили. У меня на даче тоже кусты, все заросло этим хреном. Когда я случайно у меня не... Я же делаю профессиональную хреновуху. И случайно у меня под рукой не было хрена. Я Илье говорю, купи в Ашане. Я видел хрен. Знаешь, сколько в Ашане стоит килограмм хрена? Ну, я не знаю. 980 рублей. Вот этот сорняк, который вся Россия им поросла. К вопросу о корнях. А в районной иранский, что ли, там какой-то еще? Да это позороще. Когда видишь, что чеснок откуда-то привозят, я просто удивляюсь. Специально делаем так, чтобы, ну, не вот... Ну, да, да, да. Вот это... Сейчас подари. А с фиртой это четкие пропорции, сколько чего? Ну, я думаю, что нет. Есть список ингредиентов, которые составляющие, которые могут вкладываться в щи. Ну, так, чтобы кто-то, например, поменьше капусты щеницы кладет, например, побольше картошки может положить. Просто пожиже их сделать. Ну, просто сейчас уже... Это уже произвольная программа. Я делаю такую, которая делалась... Вот у меня, когда я еще маленький был, когда мой дед с бабушкой, ну, то есть, которые ровесники века, да, они делали. И я им, как бы, вспоминаю детство свое, когда я это делаю, и одновременно... Лук у меня дед вообще закладывал чуть ли не вот так, потому что, если не любишь, нужно его выловить. Ну, да, у меня папа любит вареный лук. Это уже легендой стало. Как его можно есть гадостно? Да, ну, а вот... А для него это как эклер. Ну, вот. Сейчас мы... Вообще, мне очень нравится, когда так на глазок, по ощущению, нарезаются на блюда продукты. Это наш с тобой товарищ Илья Лазерсон проповедует, что есть... У него даже, если это называется, принцип Лазерсон. Да, да. Что есть принцип приготовления блюда. Если ты не делаешь кекс, где очень все важно, и пропорции, то делай, вот, как душа лежит. Примерно, и всегда получится вкуснее, чем если ты будешь читаешь в подробностях. Поэтому это женщина. Женщина не может по рецепту приготовить. У нее руки будут трястись, если... Я скажу, возьми несколько чеснока, там, немножко лука и пару-тройку морковок. Все, она умрет. А мы руки вот накрошили. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне нравится. Просто вот это вот... Я бы это клеем намазал. Привет, вот, смотрите, представьте себе эту картину, сними сверху. Представьте, такое на стене висит. Ну, просто, ну... Да, картина масла. Какой там Малевич, какой черный квадрат? Тут смысл очень. Какой смысл в черном квадрате? Никакого. В этом смысл. Мы смотрим, что это Костромские ищие серые. Без капусты. Причем, это же, если у нас это современное искусство. В сетях не должно быть ни капусты, ни мяса. А вот он ищи, висят на стене. С вопросом, да. Размышления, в свою очередь. Можно назвать эту картину размышлением. Размышлением. Приветствую. Снимаем программу «Съедобно-несъедобно» с Михаилом Александровичем Ширвиндтом. Вот зашли, залезли, зашли. Поднялись на колокольню нового, восстанавливаемого Костромского Кремля. Вообще, конечно, круто. Летом, наверное, будет еще красивее. Посмотрите. С первый раз. С первый раз. Костромка. С казачьей, с казачьей, с меня молвать не вас. На той стороне. Костромка. На той стороне Костромка. царство не звали в марте месяц оттуда крестным ходом после литургии все по волге шли выпаде отсюда крестный ход вышел с федоровской во главе с костромским духовенством встретились теста мостов то еще не было вот встретились на льду и уже монастырь в марте месяце сколько он должен повариться там я вот это в час скороварки варил нет уже с капустой минут 30 наверно уже скороварки закипит закроем минут 30 точно нужно вариться потому что капуста уже ферментирована она уже порезан она мелкая а этим овощам нужно максимум 30 минут ну да если бы в печке туда в печке там закладывается надолго то есть одна закладка одна закладка и убираешь да они там кипят и все прочее у меня мечта печку все-таки доделать но конечно это воспроизвести кому-то без печки будет тяжело а пока в домашних условиях нужно особой закладкой этот мы с алексеем поговорим как раз который вот с вами у нас проконсультирует идет по печкам все можно ну я ведь лица я вот сейчас очень последние годы увлечен мультиваркой вот там можно любую температуру кстати я там делаю свой классический соус итальянский соус где кусок мяса в томатный в томатном соусе пульпа вот это когда больших банках продается она из маленьких за там король картона а есть такая же в трех литров и я мясо с овощами с картошкой с корнями с разными тушу часов двадцать пять например нормальная мягко жесткое мясо иногда тыкаешь жестко потом двух раз и она сразу на волокна распадается итальянцы это мясо практически выбрасывают для них важен соус потом можно месяц или два месяца на нем делать спагетти то есть добавлять его это достигается вот температура там 60-80 градусов на два дня причем через ты протыкаешь мясо сквозь него проходит вилка а морковка жесткая кстати о мясе в томатном соусе показать так горячая нет ну еще мол это червы били ну сейчас будем прекрасно я тащих армин только на костре да не думаю здесь устали костер сегодня такая погода да это не тут надо было с ним а хорошую погоду здесь нормально там делали как раз костер и плов мы делали даже на территории здесь недалеко здорово получается вот как раз согласно законов гостеприимства мы снимали программу пока ждали снимали программу так с тех убили поэтому пломничком да надо соус давайте попробуем что у нас получилось должно получиться очень вкусно я бы недавно был у сержа марковича с которым мы снимали программу про чехогвили но он терпеть не может кинзу я когда а я больше привез замаринованной курицы все как положено он говорит приедешь сделаешь с кинзой я приехал сделаю делаю с кинзой все как положено самая вкусная была в пицунде в стоячке на рынке чехогвили которые в таком чане вот ничего вкуснее с тех пор я не пробовал ну попробую прекрасно замечательно не хорошее потому что вот у меня я не могу ту грань поймать которые ты поймал у меня у тебя осталась фактура курица а у меня она становится просто уже превращена наоборот она превращается просто вот в соус надо сухой обжаривание делать но я делаю не закрывая крышку и потрясающе так лёш у нас сейчас у нас есть два с половиной часа пока саша катается да не хлопнуть ли нам по рюмашке можно можно даже на три часа уйти пусть покатается получше его вырвет вырвет да два с половиной нормально нормально тогда пошли вот это конечно сказка в моем представлении я понимаю конечно что сашке лучше он катается на каруселях ну каждому свое я считаю что это тоже неплохо вот это илья будет тебе значит ну лёша еще будет это это лёша а вот то что мне в руки не попадает это будет мне это будет моя сегодняшняя сказка ну хорошо слава богу слава богу съемки окончились да да лёша костромской блогер мы блогера блогера столичные но вот так мы трудимся не покладая рук давайте за благосферу